всем привет с вами сид мы продолжаем проходить трювербрук так а опыты над нами закончились напоминаю если вы не смотрели предыдущие серии обязательно посмотрите игра очень клёвая прям шикарная игра хорошо раз нас выпускают мы теперь наверное ему все равно нельзя подходить ну ладно давайте зайдем еще раз в комнату в которой нас держали может быть мы что-нибудь новенькое сможем здесь обнаружить но нет здесь все так же идет вода вода по ладно не знаю вернемся мы сюда еще или нет но если здесь какие-то секреты остались в этой комнате конечно же у нас есть ключ теперь от этого замка ну чтож будем выбираться наружу поливы кианна родона спрячу ключ под ковриком сказал наш главный герой видимо чтобы они смогли этот ключ забрать глава 3 брата тангейзера очень странное было это место где и тут есть кто-нибудь тишь сюда куда сюда что это за место я вот не очень понимаю где я в этот момент первый раз я оказался здесь когда упал я нахожусь возле какой-то шахты заброшенной судя по всему кажется не незадолго до меня тут побывала грехом и что мы видим так вот на этом я приехал сюда и собственно с этого и упал maybe еще одно доказательство того что тут было грехом похоже она добралась до другого конца канатной дороги так а забрать каким образом я смогу вернуться в город правда чуть позже хорошо сэйс это цепь от канатной дороги вперед и я должен может быть с тележкой ну просто логично она мне кажется ни до чего не кричит не могу дотянуться с чем еще вот сюда может быть так это интересно это то же самое устройство которое было внизу в долине как бы мне не хотелось научиться летать я рискую погибнуть а сюда может быть все перекрепите типа дверь бы ломать нет а что он про дверь скажет а компания сарай где хранятся инструменты возможно она была закрыта я просто сразу на цепь пикнул давайте попробуем да есть такое а что теперь прежде чем мы это все сделаем я хочу посмотреть все получше грань осыпь любят же люди свои шлем разбрасывать не попало шлем а это видимо чтобы спускаться туда так тут у нас что старая шахтерская вагонетка вся разбитая починить наверно смогу колесо да вставлю да все верно хорошо это круто это прям круто здесь по-прежнему чего-то не хватает отчего так костер давайте посмотрим пипел еще теплый судя по всему кто-то готовил себе скромный ужин наверно грехом это что-то было ли похоже я нашел в лагере грех и пробовала на один а мы с ней разминулись ясно стоп стоп а это наверное для тех кому одних знаков будет недостаточно так это что такое осторожно опасная зона служебная зона вход воспрещен туда не пробраться доски не дают а что я смогу с каской сделать даже шлем не поможет мне проломить эти невероятно крепкие деревянные брусья действительно я же не буду не головой же их буду проломливать стоп а это что такое подожди подожди возьми-ка ремень ладно пригодится так видимо сейчас надо включить вот эту штуку зачем здесь ремень непонятно так нужно нужен нужен отлично так давай посмотрим что мы имеем c3h8 c3h8 пропан легковоспламеняемый газ бери так возможно нужно его взорвать как насчет того чтобы взорвать тут все к чертям ну давай давай я не понимаю нет 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 ганс этого делать не стоит может быть сюда надо применить ремень серьезно это получится типа торпеда да ладно ох сейчас чувствую будет весело погнали давай зажигай 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 понеслось хорошо идет а кто это длинный конечная остановка во что-то врубился ну показывай и где это мы а что я вижу я сразу вижу кирку беверли беверли час настал я застрял глубоко под землей в какой-то заброшенной пещере тут очень холодно и темно если кто-нибудь найдет эту запись прошу передайте кассету мисс Беверли беверли этого еще не хватало ну что ж давай эй труба какая-то смотрите да так что мы имеем во-первых кирку надо взять нет сто процентов это прям обязательно хорошо кирку мы взяли это что киркой надо ударить нет это надо взять и это наверно надо взять нет ух носите дети шлем что еще раз и будете здоровы это точно теперь это хлам и дребезги возможно надо чтобы он упал ну и бог с ним давай ага ладно не особо нам это помогло конечно может мне удастся перепрыгнуть не думаю это вообще плохая идея Гретхен кажется я вижу свет так но у нас еще тут довольно глубоко по крайней мере дна я не вижу что я могу с этим сделать порыбачить говорят в подземных озерах неплохо клюют но сейчас мне не до этого ладно давай ударим киркой ну же давай и оба оба давай еще что ничего и время не чинить ничего в том числе это старую трубу которая вот-вот оставаться отвалится но что же вентиль у них вот ааа ручка хорошо хоть никаких обезьян в этой головоломке нет так вот так вода это жизнь и что теперь что я должен сделать возможно вода поднимается возможно вода поднимается меня кто-нибудь слышит нет а если так то что же мне делать что а и то становится что может вы ты не не а что 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 Весьма любопытная породная формация, с виду довольно хрупкая. Ну зачем орать, то на нее наверное бесполезно. Но только вот жалко конечно кирку, ну что ж попробовать стоит. Я заткнул дырку, я этим камнем видимо заткнул дырку. Ну ладно, не зря сбросил эту штуку, хорошо залазь, поплывем сейчас, почему бы нет, давай давай, так, по инерции как раз доплывем сейчас прямо сюда. Интересно что ж нас ждет на улице то сейчас по выходу из пещеры, так, ну что взбирай, взбирайся давай. Тангейзер и Гретхан воссоединяются после долгой разлуки, наконец-то. Ну наконец-то, я уже думала что ты не придешь. Погляди на себя, весь вымазался. Ты что продирался сюда через заброшенные шахты? Эмм, пожалуй, промолчу. Ты ни за что не поверишь что со мной приключилось. Полагаю, ты прав. Ага, расскажешь во всех подробностях когда будет время. Это что такое? Какие огромные врата, однако. Похоже, они очень хотели, чтобы туда кто-нибудь проник. Здоровые. О, там что-то нарисовано. Что это там? Интересно. Ты думаешь о том же, чем и я? Неужели это граффити? Откуда оно здесь? Впрочем, я все равно не понимаю что там написано. Ты тоже видишь там шестиугольник? Не знаю. Ты еще не открыл дверь? Смотри, походу эта штука включает одну из лампочек на двери. Видишь вон там свечение? А давай снова взглянем на граффити? Интересно. Может эти надписи каким-то образом связаны с открывающим механизмом? Полагаю, это что-то реагирует на свет. А это что такое? Пока не открываем. Может это какое-нибудь активирующее устройство? Я попробую пока здесь. Иииии... Еще разок. Видимо нет. Видимо нет. Так. Послушай. А вдруг дело не в том, что нас не впускать, а в том, чтобы что-то не выпускать? Предлагаю это выяснить. Блин, это же опасно. Беверли, в какой-то момент я подумал, что мне конец. Но, к счастью, мне удалось справиться с ситуацией, и вот сейчас мы с Греттом стоим перед гигантским железными вратами. Я расскажу подробности, как только что-нибудь выясню. Так. Давай-ка еще раз посветим. Сюда. Это мы уже слышали? Просто трещина в стене. Так. Свети сюда. Свети на граффити. Раз. Лампочка загорелась. Еще раз. Давай еще раз. Слушай меня, женщина. Я... врать не буду. Иии... еще раз. Ну вот. Ты заметила, что еще одна лампочка загорелась? Мы можем посмотреть на граффити снова? Угу. И еще одна. Мы можем посмотреть на граффити снова? Иии? Горят пять ламп. Что это значит? А если еще разом? Мы можем посмотреть на граффити снова? Да блин, да ладно! Давай. Мы можем посмотреть на граффити снова? И... 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 Иии... разок ну хорошо а вот теперь теперь снова 5 ламп да вот теперь надо включить вот эту штуку по-любому ну-ка 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 оснаст farzel смысл что это здесь внутри? поверить я не буду на это, это же германские руны и как раз в том, что я изучаю Кажется, здесь написано Уходи, пришелец, ибо найдешь, надеюсь, свою смерть Так, а это что такое? А что это там? Просто стояли тучи пышей Или рой А может, косяк? Стадо, в конце концов Ты спустилась сюда по веревке? Конечно, а как иначе? А это что? Что скажешь? Невероятно Тенхаузы, это же древние гипетские ироклифы Откуда они там взялись? Я боюсь, что я не знаю слишком много о них Этот пиктограмм на левом двери или проход За ним идет символ смерти Или попытно, согласись? Смотрим снова граффити? Давай Так Три А если сюда посветить? Четыре Давай, еще раз Пять А если теперь Снова пять ламп Да А если сюда? Можете ли мы взялись на граффиту? Можете ли мы видеть на граффиту с другой?" Оххххххх Уххххххх А это же, похоже, рисунки на эпохи Неолита. Кто бы мог подумать? Несколько человечков ослышлены позже какого-то шестиугольника. Тенхаузер, это же сенсация. Уснули, значит. По-моему, умерли. Интересно. Тут, похоже, была надпись на латыни. Смотри, бабушка, не свалить. В угольном переводе означает «назад дороги нет». А, что за чё, швы, римляне? Есть идеи? Так. В граффити. Так, ладно, это не надо нам. Не читай. Хм. И каждая из них? Что ж, делаем? Что ж, делаем? Ну, я не понимаю. Открывай сэсами. Ну, давай, допустим, сюда, на завтраке нет. Латтинские инскриптики. Ты поможешь, так надо? Нет. Так, а если нам по хронологическому порядку пойти, наверное, москальная живопись была первая, самая древняя. Затем, скорее всего, были иероглифы. Где у нас иероглифы были? По-моему, вот здесь. Да? Да. Пожалуйста, поднимай латынь к иероглифу. Нет, наверное, германский был после латтин. А потом граффити. Ну, судя по всему, просто других у меня вариантов больше нет. Вот сюда. Можно мы взглянем на граффити опять? Опять, пять латтин. Так, ничего не происходит. Но, наверное, теперь-то откроется. Я очень надеюсь. Выглядит потрясающе. Судя по всему, эту пещеру посещали люди на протяжении нескольких тысячелетий, и каждая оставила предупреждение на стене, вот что действительно нас нараживает. А тот, кто построил гигантское убежище, видимо, считал, что его должен открыть только достойный. Возможно, даже спустя долгое время после смерти создателей, видимо, поэтому не использовали все эти надписи на разных языках. Они буквально оставили код на стене, но на всякий случай, точно, потрясающе, точно, открытку, сверху, да. И что же нас там ждет? И как они не боятся? А вдруг там что-то вообще... Не знаю. Что-то плохое. Дангейзер и Гретхан делают интересную находку. Это мы уже увидели, да. Это мы уже увидели. Сперва нужно придумать, как включить свет. Это планета? Что это? Так, ну это солнечная система. Ну-то по-любому. Вот это масштабы. Так, а это что? Давай-ка осмотримся. Интересно же. Давай. Видишь, там гигантский ускоритель частиц? Это коллайдер, что ли? Просто гигантский ускоритель частиц? Это современное оборудование наверняка стоит целое состояние. Поэтому он тоже скажет так же. Каких огромных компьютеров даже у нас в университете нет? Не знаю, как бы они нужны. Интересно, зачем они нужны? А вот это что-то такое? Что это за бутылка? Что это я поднял? Бутылка, и правда бутылка. Так. Сколько же здесь странных приборов? Так я окончательно все испорчу. Ну, это да. Это что? Лифт? Лифт вызывать можно. Нельзя, да? Да, кажется, он сломался. Так, ладно. Что за микросхема? Спас шапки получу от планеты. Пригнись только, когда будешь подходить, пожалуйста. Лучше буду держаться подальше от этой машины. Вот, вот. А то мало ли что. Так. Я обнаружил удивительную модель Солнечной системы. Однако, все девять планет расположены неправильно, словно баланс наружен. Древние греки описывали прохожее явление «экспиросис» или «мировой пожар», которое происходит при нарушении баланса Вселенной. Дольное предзнаменование или простая поломка? Неизвестно. По правде говоря, не уверен, что в этом есть хоть какой-то смысл. Д? Ладно. А это что? Фейнер. Интересно. В первой газете, насколько я помню, было введено 1 сентября. По-моему, да. Да, по-моему, 1 сентября было введено. Во второй газете, которую мы находили... А где мы ее, кстати, находили? А находили мы ее... Как он? Солнечная или райская долина, как-то так. И здесь Фрейнер. Незнакомец, типа, по-моему, так переводится. Или иностранец, что-то такое. Продолжить. Переводить я не могу, да? Ладно. Ну, это у нас что такое? Ну, судя по всему, если вот тут сейчас ничего не получится, надо бутылкой кинуть. Разумеется, дверь закрыта. Ну, что ж, тогда бутылкой будем кидаться. Мы, конечно, против таких методов. Лично я. Я установил баланс вселенной. Какое красивое решение. А я сразу подумал. Кидаться? Вот глупец. Дурак. Ну, ладно, что же. Справляем ошибки. Так, на столе больше ничего нет. Куда теперь может пригодиться... А, давай, кстати, поболтаем с тобой. Мы с тобой как-то не поговорили. Есть идеи. Какие тайны хранит это место? Меня покидал какой-то безумный ученый. Он держал меня в заточении и проводил надо мной опыты. Сильно же ты головой приложился. Нет, нет, это правда. В долине находится старый санаторий. Я думал, на этом уже давно никто не живет. Оказалось, живет. По крайней мере, один так называемый ученый. Он заставлял меня проходить какие-то глупые тесты. Да, он просил меня описывать цвета и задал вопросы личного характера. Гейзер, у тебя точно с головой все в порядке? Как знать? Я обнаружил твой лагерь. Да. Я ждал от тебя. Но, в конце концов, не выдержала, что... Да, постараюсь что-нибудь придумать. Хорошо, я пытаюсь с чего-нибудь придумать. Собственно, что у нас остается? Я даже не знаю. У нас в инвентаре. У нас в инвентаре. Инвентарная схема. Так, ну тут он ничего не сделает. Кажется, он сломался. Так, только запись. А, может он скажет, что... Ясно, неинтересно. Ну, если ты там что-то достал, какую-то запчасть, то, возможно, сюда. Хотя нет, мы это уже осмотрели все. Все это модернное оружие должно стоить за счет. А что делать? Может, туда? Типа, выход? Ошибка. Память заполнена. Здорово? Эй? Тут есть кто-нибудь? И еще одна запертая дверь. Память заполнена. Вот, загорелась лампочка. Наверное, это какой-нибудь искусственный интеллект. И мы сейчас ему оперативочку-то поддобавим. Да? 64 килобайта. Конечно, мало. Гретхен, будущее настало. Давай. По-видиму, модуль Азу не прикручен. Внимание, нарушители. Внимание, нарушители. Назовите свое имя. Ну, допустим. Привет, меня зовут Ганс. Я вас не знаю, Ганс. Не важно. Я представляю доступ только сотрудникам, имеющим разрешение. Меня зовут Ганс. Это я фрагментировал твою память. Я вас не знаю, Ганс. Я представляю доступ только... Да что ты на нем все время тратишь, Тенгейзер? Тут без грубой силы не обойтись. Да какая грубая сила? Не, не, не. Так. Может в газете есть подсказка? Нет. Ну-ка еще раз. Зайди-ка туда. Ну, это мы уже слышали. Пожалуйста, идентифуй себя. Аааа... Ты не мог бы открыть мне дверь? Не возможно. Никак? Да что ты на нем время тратишь, Тенгейзер? Тут без грубой силы не обойтись. Это мы уже слышали. Вот. Давай-ка поболтаем с тобой, робот. Что это за станция? Станция построена организацией Миллениум Кооператив. Эта информация доступна только сотрудникам, имеющим разрешение. Ааа... Кто тебя создал? Меня разработали и создали доктор. Он Штрек и доктор. Я собственность Миллениум Ко... Это я, доктор фон Штрек. Отказываю. Ваш голосовой отпечаток не соответствует отпечатку доктора фон Штрека. Я же говорю, как об стенку горох. А как получить это саморазрешение? Никак. Я не могу дать разрешение тому, кого не знаю. Как давно ты здесь находишься? 16 лет. 304 дня и 9 часов. Тебе не грустно находиться тут в полном одиночестве? Я создан быть терпеливым. Мои создатели сказали, что станция временно закрыта. А вдруг с доктором Реммером что-нибудь случилось? Ведь тогда он больше никогда не вернется. Доктор Реммер обещал, что мы возобновим работу совсем скоро. Доктор Реммер мой друг. Он бы не стал мне лгать. А вдруг он не просто не хотел тебя расстраивать? В ваших словах нет логики. Если все действительно так, как вы говорите, то я могу после этого верить льюзер. Вот. А это налогично. В том, ты делаешь, что не можешь. Перегрев в сегменте B23. Перегрев в сегменте B23. Перегрев в сегменте B23. Мне очень жаль, но я предоставляю доступ только сотрудникам, имеющим разрешение. Если хотите, можете подождать здесь. Мне нравится с вами общаться, но пройти могут только те, кого я знаю. Но ты же знаешь меня. Да, вы Ганс. А что, если доктор Реммер больше не вернется? И я стану твоим единственным другом? Вы мой друг, Ганс. Я твой друг, Барбаросса. Вы делаете меня счастливым. Какая прелесть. Друзья навеки вечные. Раз, теперь ты меня знаешь, то, может, пропустишь? Ну, давай. Но если я вас пропущу, то снова останусь один. Вы меня еще навестите? Скауты навсегда. Доступ разрешен. Отлично. Ну вот, видишь, Грэдхана, ты переживала. Так. Что у нас в следующей комнате? Это же портал Сатурна. Только не говоришь, что мы никогда о нее не слышим? Ты о чем? Тоже не квантливый физик, посмешище. Это пистолет? Отойди, парень. Давайте обойдемся без насилия. Эй, эй, зачем же так грубо? Бэнди, вы тоже в сторону. Ты шутишь? Я думаю, мы друзья. Только попробуй мне помешать. У тебя был шанс спастись. Тенгейзер, но ты предпочел бежать за мной, виляя хвостиком. Так что не удивляйся. Но это же ты предложил отправиться сюда. Закрой свой рот. Прошу, мне нужна помощь. Какого быть таким идиотом? Можешь попрощаться с этой глупой железякой. Она с самого начала действовала мне на нервы. Не стреляй! Это вообще жесть. Пока-пока. Люди делятся на хороших и плохих. Так уж заведено. Жесть. Поверить не могу, что Глебхан так со мной обошлась. Мне правда очень жаль. Поверьте, я и сам жалею, что так вышло. А вы кто? И как вы здесь оказались? Постойте, это же вилевые ночи в моей комнате. Тише, тише, прошу вас. Полагаю, у вас много вопросов. Еще бы. Только сначала давайте выберемся отсюда. Полагаю, вы знаете, как открыть дверь. По-вам видно, что вы в этом смыслите. Так кто же вы? Меня зовут Лазар Тарк. И простите, что я представился только сейчас. Я путешественник, так сказать. Она что-то говорила про портал Сатурна. Что это? Это метафора. На деле же это обыкновенный квантовый портал. Он позволяет путешествовать по разным реальностям, добираться до дальних звезд и галактик. Откуда я, собственно, и прибыл. Откуда вы с другой стороны? Приготовьтесь. Сейчас я открою вам страшную тайну. Я же давно здесь застрял, и мне очень нужно выбраться, вернуться домой. Поймите меня правильно, это вроде бы неплохое местечко, но мне правда нужно домой, иначе я погибну. Вот и все. Как вы уже могли догадаться, ваш выигрыш лотерея был частью моего плана. Я хотел, чтобы вы сюда приехали. Да? Продолжайте, я вас слушаю. Загвоздка в том, что без специального устройства портал не станет работать как следует. Мы зовем это устройство квантовым дискриминантом. У нас он продается во всех магазинах, но как сделать его своими руками, я не знаю. Поэтому мне понадобились ваши заметки, расчеты. Но есть один важный момент. Если ты не умеешь обращаться с этим устройством, то рискнешь уничтожить. Поэтому не должно попасть ни в руки. Что уничтожить? Землю? Приятно познакомиться, мистер Тангейзер. А теперь давайте обсудим кражи моих записей. Каюсь. Виноват. Но поверьте, у меня попросту не было выбора. Я хотел попросить вас о помощи, но потом появилась она. Согласен, я поступил дурно угрозу в заметки, так что примите мои извинения. Но я бы в любом случае их вернул. Да хватит болтать. За дело. Интересно, куда они поедут. Четвертая глава. Межпространственный сплин. И мое сердце остановилось. Все мышляемся по чьей-то дудку, Гертон Кейзер. Да. Кто это с ними говорил? О. Здравствуйте. Вы не больше, чем пешка в моей игре. Жесть какая-то. То есть мы только что вышли из телефонной будки? Именно. А что, из другой будки? Я не знаю. Как там на другой стороне? Другой. По-другому. Трудно описать. А ты попробуй, каково это перемещаться, я имею в виду. Ганс, у нас нет времени на это. Ладно, расскажешь потом. Послушай, я выбрал тебя, потому что в тебе что-то есть. Ты другой. Прошу, помоги мне, помоги вернуться домой. И своему народу помоги. Останови ту девушку. Она не понимает, что подвергает себя и вас в опасности. Ваш мир будет уничтожен. Все будет уничтожено. Ее нужно остановить, пока не поздно. Но как? Она не в себе. Необходимо создать квантовый дискриминатор. Я не хочу ничего решать. Хочу домой. Увы, придется. Мне нужно передохнуть. Можешь отдохнуть в моем номере. Правда? С радостью, если ты не против, конечно. За мной. Тангезер и Тан. Готовятся к заданию. Итак, я просмотрел ключики жизни, и мне в голову пришла одна идея. Говорю сразу, это взрыв мозга, но сработать может. Нужно только немного довести до ума. Я нашел металлолом, из которого можно настерить основу. Тогда за дело. Боюсь, нам не хватает влажных компонентов. Расскажи, каких? Во-первых, нам нужен источник энергии, причем очень мощный. Во-вторых, ускоритель частиц. С ним, возможно, придется повозиться. В-третьих, мощный хладагент. Без него все взлетит на воздух. И в-четвертых, панель управления. Сгодится любое гриферийное устройство. Ладно, с чего начать? С чего угодно. Я отправлюсь в город по ищу там замену недостающим компонентам. Хорошо, неси все, что найдешь. А я постараюсь собрать их воедино. За дело. Спасибо, Ганс. Если бы не ты, я бы уже давно погиб. Ну что ты? Вряд ли дело, да что бы до такого. Ты невероятно круглый. Просто знаю, и бесконечно благодарен вселенной за то, что встретил тебя. Я тут подумал и решил, что, возможно, смерть не так уж и страшна, когда, как я всегда себе представлял, не говори мне пости. Если я погибну, ты должен остановить ее, обещаешь. Я прямо сейчас приступлю к поискам. Все? Нам дали управление? Да, дали. Ну что ж, вот такая вот серия интересная получилась с крутыми сюжетными поворотами. Я тангейзер такого, ой, тангейзер от Гретхан такого не ожидал. Ну вот. Оценивайте это видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи!